Вы пробовали когда-нибудь пройти босиком по снегу? Сколько секунд можно выдержать такое испытание? А теперь давайте посмотрим на собак. Могут целыми днями бегать на улице без обуви даже в самые лютые морозы. Никто этому не удивляется, всё давно считают, что лапы у собак совсем не мёрзнут. И уж кому-кому, а нашим четвероногим питомцам обувь уж точно не нужна. Нужна не нужна, об этом вы узнаете в конце статьи. Что же такого особенного в строении собачьих лап, а точнее подушечек, а весь секрет, в особом механизме кровоснабжения, когда в лапах происходит непрерывная циркуляция крови, не давая теплу выйти в окружающее пространство. Собачьи лапы способны выдерживать температуры до минус 35 градусов. Подобная система кровоснабжения присутствует у всех собак, независимо от породы, размера и других критериев. Кроме того, этой особенностью могут похвастаться и некоторые другие животные, в основном, конечно, проживающие в суровых климатических условиях, песцы, пингвины. Зная об этом, многие считают, что со своим четвероногим питомцем можно смело гулять в любой мороз, главное, самому одеться потеплее. Так думала и Татьяна, хозяйка лабрадора. Они отправились на прогулку в дальний парк, где можно было собаке побегать. Но время Татьяна не рассчитала. Да и не думала, что питомец может замерзнуть, он же не стоит на месте. Поэтому слишком много времени ушло только на то, чтобы добраться до места, и хозяйка заподозрила неладное только когда пес начал уже поджимать лапки от мороза. Тут же поспешили домой, но обратно нужно еще дойти. Так получилось, что в 20-й градусный мороз собака пробыла на снегу намного больше времени, чем рассчитывали. В результате, придя домой, хозяйка обнаружила, что ее питомец постоянно зализывает подушечки на лапах, как обычно зализывает болезненные места. Было видно, что ступать на лапы ему некомфортно. К тому же приглядевшись, Татьяна заметила вдобавок и небольшие трещинки по краям подушечек. Пришлось обратиться к врачу. А все потому, что собаки уже давно одомашнены человеком и за это время частично утратили способность не замерзать в зимнюю стужу. Плюс воздействия химических реагентов, которыми посыпают наши улицы. Все это говорит о том, что лапкам наших питомцев тоже требуется защита. И сегодня это не проблема. Существует целая индустрия по выпуску собачьих лабутинов на любой размер, цвет и вкус. Но все они скорее по части для маленьких пород. А что делать владельцам синбернаров и овчарок, а также тех собачек, которые ни в какую не соглашаются надевать даже самые распрекрасные сапожки? Тогда есть смысл запастись на зиму специальными защитными кремами. Они помогают удерживать тепло, а также защищают от солей и реагентов. Так что, на природу надейся, но и сам не плашай. Лучше не увлекайтесь прогулками с собакой в сильный мороз. А при каких температурах и как долго можно гулять с собакой, в следующий раз. Следите за нашими публикациями. Достаточно просто подписаться, чтобы не пропустить.